Супруг в статусе советников президента. В нашей делегации министр финансов, глава МИД и помощник президента. Навстречу пригласили ограниченное количество прессы. Комнату для этого даже разделили на зоны, чтобы российские корреспонденты не пересекались с американскими. Ну вот и первое же высказывание Трампа в очередной раз подтвердило, насколько тема прессы болезненна для него. У вас в России нет проблем с журналистами? У нас есть проблемы? Есть, есть. Точно такие же. Ну а в начале переговоров лидеры озвучили основные темы. Всем большое. Причем Владимир Путин и Дональд Трамп вошли в зал вдвоем. О чем-то оживленно беседуя. Как позже рассказал Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, лидеры поприветствовали друг друга и сказали, что скоро увидятся. Имея в виду вот эту двустороннюю встречу. Во время фотографирования Путин и Трамп заняли места в первом ряду. Российский президент рядом с премьером Италии и председателем КНР. С минуту в минуту, сразу по завершению встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, должно начаться второе заседание Большой двадцатки. Первое уже состоялось, оно длилось около часа. Основные темы саммита в Осаке, вопросы экономики, цифровой в том числе, а также проблемы экологии. Эти переговоры группы 20 уже назвали саммитом двусторонним. Продолжение следует...